Мы продолжаем готовиться к Олимпиаде и, как вы понимаете, занимаемся баскетболом. Вот в этом жарком, душном зале, спортзале Тольяттинского политехнического института, где проводят свои тренировки, готовясь к новому сезону, баскетболисты команды «Самара». Ну, просто, откровенно говоря, жарко, так же, как жарко будет в Атланте. Но ничего, терпим. Пока мы снимали этот короткий видеосюжет, футболки хоть выжимай. А каково спортсменам? Ну, тяжело, как известно, в учении, легко в бою. Предстоящий сезон у баскетболистов «Самары» обещает быть интересным. Хотя бы потому, что надоело баскетболистам бывшего строителя находиться в числе аутсайдеров Суперлиги. Благодаря мощным спонсорам из акционерного общества «Волга Промгаз» команда значительно укрепилась. Сегодня на тренировке выделили много известных и малоизвестных игроков в нашем составе. Это усиления произошли у нас в линии защитников. Это разыгрывающие игроки Дмитрий Донсков, один из бывших ведущих игроков нашего клуба. Молодой перспективный парень Петр Самойленко, приглашенный нами из «Шахтера Донецкого». Во-вторых номерах это Павел Бычек, в свое время тоже он играл в команде «Шахтера Донецк». Как видите, это многие игроки из тех, с кем я работал в свое время, будучи главным тренером этой команды. В линию нападающих у нас приглашен Тарасов Сергей, который защищал в прошедшем сезоне в начале цвета автодорожника саратовского, но затем на полгода был отдан в аренду «Аквариусу» из Волгограда. Четвертый номер Волохов, небезызвестный наш соперник, приносивший нам много неприятностей в играх с московским «Спартаком». И в пятых номерах у нас появились два мощных центровых, известный Сергей Гришаев, который играл в «Аквариусе» Волгограда, и молодой перспективный парень, мой воспитанник Владимир Анциферов. Может быть, самым ценным приобретением команды можно считать Сергея Гришаева, вице-чемпиона мирового первенства, воспитанника знаменитой питерской школы. Скажи, а какие сейчас еще стимулы для тебя должны быть? Ради чего, собственно, вот сейчас оставаться в спорте уже в твоем, в общем-то, немладенческом возрасте? Да, ну, во-первых, стимул, то, что это мне нравится пока, вот, стимул, конечно, не будем лукавить, это то, что сейчас есть какая-то возможность заработать, вот, ну, самый основной для меня стимул, это то, что мне нравится, это, и мне все-таки как-то еще не так много лет, вот, и я еще хочу немножко поиграть, ну, и тем более, вот я говорю, сейчас такой коллектив создался, тренеры, ребята, вот, ну, приятно я в таком коллективе находиться, поэтому я думаю, что если все нормально сложится, он должен быть неплохой сезон. В общем, будем смотреть с оптимизмом в будущей Самары. Это естественно, поэтому раз здесь собрались нам такие люди, я думаю, что должен быть результат. Иначе нет смысла вообще тогда все это делать, проделать такую огромную работу, вот, ради того, чтобы там колупаться за какие-то там последние места. Я думаю, что в этом... И потеть, как сегодня. Да, да, действительно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!